Девушки отдыхают Целует лужи листопад И кружит листья не в попад Опять осеннее небо плачет Меняет небо лет ответ И дарит нам любви сюжет Но он прочитан давно над нами В улыбке желтой скрыта грусть И эхо вторит, не вернусь Зачем разлуки мы дверь открыли? Тревожа душу, крики птиц И не скрывая дрожь ресниц Вопрос, а может мы поспешим? У неба попросим Расставить все звезды по местам У неба попросим Нас не делить напополам У неба попросим Любовь не тает в чужих руках У неба попросим У неба попросим Нежностью встать на облаках У неба попросим Расставить все звезды по местам У неба попросим Нас не делить напополам У неба попросим Любовь не тает в чужих руках У неба попросим У неба попросим Нежностью встать на облаках Ну что, Федор Иванович Увиденным я довольна Планы мне ваши нравятся Так что в больнице Заживет новой жизнью, я надеюсь Андрей Андреевич Он, конечно, блестящий хирург И руководитель замечательный Но Ну засиделся он На месте главврача Вы знаете, мне трудно судить Мы с ним вместе не работали Скажи, какой корректный Куда теперь? Ладно, давай посмотрим территорию Я проезжала тут мимо Внешний вид вашей больницы Здрасте Не к черту, конечно Фасад так еще ничего Так что Здрасте, а я же говорил Нужен ремонт Посмотрим Ну что, напоследок хорошая новость Появилось остаточное финансирование За конца года Все деньги нужно освоить Иначе утекут в бюджет Понимаешь ход моих мыслей? Так что хочу на своем столе Видеть все расчеты Что, куда, сколько Собираешься потратить А сколько у меня времени? Ну Неделя Неделя хватит? Стараемся, Дарья Васильевна Спасибо Так что, Федь Будут у тебя деньги И на ремонт И на расходные материалы И даже На питание больным останется Дарья Васильевна Новое оборудование Ну и жук ты, Федя Все тебе мало Ладно Хотела сделать тебе сюрприз Будет у тебя оборудование Я новый томограф Оттяпала у губернаторского центра Ничего, пусть делятся Пусть делятся А это у тебя что? Вадим Эдуардович Вы подписывайте Там все точно Как мы с вами говорили Угу Так Хорошо Передпоследняя Последняя Последняя Слава Ну вот Спасибо Прошу Можете не пересчитывать Там все точно Поверю в умасло Завтра не забудьте проплатить И пожалуйста Вышите мне по факсу Непременно Ну что С почином вас Вадим Эдуардович Вас 17 число устраивает? Хорошо Отлично Я вас записываю на 14.30 Приходите Мы вас ждем Здрасте Добрый день Добрый день Лейтенант Васильев Девушка Девушка Нам нужна информация Вера 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 Приректор клиники Вадим Эдуардович А вот тут товарищи Интересуются Лейтенант Васильев Мы ищем коржа Георгия Вагановича Вам знакомо это имя? Первый раз слышу У вас еще что-то Интересует? Скажите А вы Всех ваших больных Регистрируете? Не понял У вас есть Какие-то сомнения? Послушайте Наша Клиника С безупречной Репутацией И Наши пациенты Не любят Когда к ним Проявляют Повышенное Внимание Мы просто Хотели посмотреть Журнал регистрации Не верите Значит Вера Как вы говорите Фамилия? Корж Георгий Ваганович Прошу А что он натворил Этот ваш корж? Ну раз ищет Значит натворил Убедились? Вера Хотите Можем пройти по клинике Правда у нас там сейчас Замминистр лежит Ему может не понравится Да нет Ладно Пошли Италия А скажите А почему вы решили Что этот ваш корж У нас? А так мы Всех проверяем Машина у него Лобовое стекло В дребезге Кровь в салоне А вы знаете Что вы Зайдите В областную Может быть Вот там А мы уже там Были Глух Как сквозь землю Провалился Ох Разрешите обратиться Я журналист Чешкин Матвей Хочу задать Несколько вопросов Нашей доблестной милиции Журналюги вообще оборзели Ты что давно в КПЗ не отдыхал? Чуть что сразу КПЗ пугать Я ж по-хорошему Я бедный студент Хочу денежку заработать Ну статейку напишу Мне заплатят За статейку денежку? Хорошо Так На бутерброд с вареной колбасой хватит Выдают Так что тут случилось? Ну я эту клинику второй месяц пасу Она еще та Ну как Успешно? Вот Прям с собой Статейка Первый опыт Сам главный меня похвалил Сказал еще пару таких же статей И в штат берет Слушай, как там тебя? Матвей Стежкин Вот написано А ты вчера здесь был? Был Фотографировал? По то Ну и что ты интересного нам фотографировал? Ну так По мелочи Но ничего серьезного Ну а поконкретнее Папарацци Так вы сразу скажите Что надо и Около 23-х В клинику привозили кого-нибудь? Не знаю Я до 9-ти тут дежурю Но тут обычно закрыто позже О, стежка, стежка Плохо дело Не вызову тебя в штат А что случилось-то? Кого-то привезти должны были? Вчера Вот этот в аварию попал Его и ищем Не видел? А он кто? Один дядя нехороший Корж Георгий Ваганыч Эй, газетку-то верните На Спасибо Студент Вот тебе наши телефончики Если что пронюхаешь Свистни Понял А что он сделал-то, ваш Корж? Твое дело внимательно смотреть Узнать клиента и в случае чего позвонить Уразумел? Будь ей в рот С вареной колбусой Понял Счастливо Этим Эдуардовичу? А где ты у нас аминистра лежит? Верочка Любопытная Варваре На базаре косу заклили И вообще все, что видела Забыла Ты меня поняла? Ты меня поняла? Угу Хорошая девочка Алло Мусь Привет Как дела? Слушай Пробей мне Кто такой Корж Георгий Ваганович Ваганович Корж, да Давай, жду Жора, ты спишь? Слушай Там-то вы из милиции интересовались Лежу-лежу-лежу-лежу-лежу-лежу-лежу-лежу-лежу-лежу Слушай, а ты не ошиблась? А ну пробей еще раз Да не ори ты Блин, новость-то зашибись, Муся Все, целую Хм, бутерброд с вареной колбасой Вадик Ты мне друг Ну естественно Возьми в верхнем ящике бумажник Черный Открой Там штука, возьми Это мимо кассы По счету я заплачу отдельно Это мне? Тебе Тебе, чтоб вопросов поменьше задавал Мне нужно укрыться у вас дни на десять Устроишь? Ох, Жора Наша больница это Какой-то проходной двор В каком смысле? Надо быть четкий распорядок дня Для посещения больных Нужно отвести определенный промежуток времени Ну у нас так и есть С семнадцати до девятнадцати Время для посещения Вера, вам это все на бумаге На самом деле В больнице целый день толкают меня А у нас больница А не дома с видом У людей бывают разные обстоятельства в жизни Андрей Андреевич нам всегда разрешал Андрей Андреевич разрешал прекрасно Я вас прошу убедительно Следовать графику посещения Потому что дисциплина это что? Самоуважение Самоуважение Хорошо, я поняла вас, Федор Иванович Да, так Теперь Последнее Мы должны с вами составить список Всего необходимого для больницы Я имею ввиду это Медикаменты, перевязочное оборудование Количество минований Также техника и медицинское Ну зачем это? Андрей Андреевич столько лет Вымаливал новое оборудование И все без толку Теперь будет все по-другому Сегодня в 19.00 Жду вас у себя В 19.00 я не могу Я забираю ребенка из садика Какого ребенка? Знаете, Федор Иванович У людей так случается В жизни, что бывают маленькие дети А мой рабочий день заканчивается В 18.00 Это такой вопрос В дисциплине Я могу идти? Да, идите Спасибо А я сейчас с папкой выйду Покина Какая-то у меня трусиха Сядь Сажусь Я Как главврач больницы Приказываю вам Юлию Фокина Вылечить всех веренных мне больных А еще А еще вырастить розы И перебрать мешок гречки Гречка? Да Знаешь, так есть хочется Что-то Папка задерживается на операции Может Что-нибудь не так? Ты знаешь, когда я Монглавврачом У меня всегда будет все так Ты главврачом? Что-то Так это ты? Нет, я. Писака. А вы читали статью? Пришлось. Вы простите, там фотографии не очень вышли, потому что я только учусь и вот. Неужели я действительно похожа на эту? Как ты меня обозвал? Я обожаю вас. Я с детства вас обожаю. Извините, пожалуйста. Извините, ради бога, извините, пожалуйста. Я надеюсь о будущем. Мы обойдемся без разоблачений. Матвей. Матвей. Только правда? Конечно. Матвей. 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 Ничего мне не сделала. Я цел абсолютно. Только, блин, очень волнуюсь, извини. Сейчас в ресторан и водки. Много водки. Да, встретимся. Не волнуйтесь, пожалуйста. Мы делаем давно операции такие. У нас богатая практика. Огромное вам спасибо. До свидания. До свидания. До свидания. Буду рада вам помочь. Юлия Андреевна. Да, Вадим Эдуардович. У вас найдется для меня... Что? Пару минут. Может быть. Прошу. Ничего не беспокоит? Да нет, только чешется. Чешется – это хорошо. Чешется – это правильно. Илюш, я на самом деле извиниться пришла. Ну, лично. Альбертик был слегка неправ? Слегка неправ. Я заметил, немножко неправ. Информация ушла не от нас. Да. Мы дорожим нашим именем, именем клиники. Ты у нас не первая клиентка. Шоу-бизнес. Так я знаю. Я все знаю, Илюш. Неужели ты думаешь, что я просто так маячила по три раза на неделю, вот просто так вот? Я понял, понял. То есть ты сама все это придумала? Ну, конечно, дорогой. Ох ты, Господи. Что за срочность, Вадим? Ты… Жорика смотрела? Смотрела. Заживление идет хорошо, глубоких порезов нет. Легко отделался твой друг. Думаю, что через пару дней можно будет выписывать. Будет приезжать к нам на перевязку. Вот. Вот, вот я об этом, да. Я бы хотел, чтобы ты, Жорика, подольше. Подольше понаблюдала. Вот. Может быть, какие-то витамины поколоть надо. Какие еще витамины? Витамины. Витамины можно какие-то общеукрепляющие, там, В1, В12. Ну, что, мне тебя учить, что ли? Вадим, я не понимаю, какие витамины, зачем они ему нужны? Слушай, Юль, ты… И вообще, с каких ты пор ты стал вмешиваться в лечебный процесс? Юль, ты как-то, как-то ты выглядишь как-то не очень. Да? Ну… Ты мне тоже порекомендуешь витамины поколоть? Юль, ну, хватит. Ладно, я же все понимаю. У тебя тяжелый период, развод, все такое. Мы все это пережили. Мы все это пережили. Я, когда с Марго расходился, я… Я вообще вздохнул полной грудью. Так, все. Я пошла. Я пошла, меня ждут пациенты. Хорошо. Нам нужна виза Федора. Понимаешь? И мы начинаем ремонт флигеля. Все. Он же собирался этот вопрос решить с тобой. Ну, так ты сама подсуетись. Одно дело ты, другое я. Ну, что я не понимаю, ну, Юль. А что ты понимаешь? Юль. Ну, что? Ну, я же помню, как он за тобой в институте ухлестал. Весь потолку делал. Он и сейчас на тебя смотрит. Пользуйся моментом. Нам нужна виза Федора. Подписи Андрея Андреевича недостаточно. Мы должны быть уверены. В конце концов, это в твоих интересах. А насчет Жорика я серьезно. Не выписывай его пока. Считай, это моя личная просьба. Обо мне уже пять лет столько не писали. Пять лет. Надо было раньше к вам обратиться. Но, как говорится, никогда, не поздно. А как же суд? Суд будет настоящий. С репортерами, с папараццами. Ну, Альбертик там пара раз ходит в суд, попиарится и все. И тогда все закончится. Не волнуйся. Все под контролем. А сурованные гастроли? Сурованные гастроли. Сурованные гастроли. Ах, да. Так они почти закончились. Пришлось заплатить с небольшим ее стойку. И все. Зато через неделю. Я буду стоить еще на роже. Народ любит жареное и сплетни. Алина, Алина. Леночка. Ты не спичал. Подожди, подожди, подожди. Кого я? Кого? С женой что-то помырялся? Ну, еще пока нет. А что, все так плохо? Бедный ты мой, бедный. Эх, был бы ты моим мужем. Смешно. И что было бы? Я бы сцену бросила. Ворщи варила, дом сидела. Носки телевизала. И тебя бы ждала. Насколько мне известно, у тебя кто-то есть. Все ты видишь, а? Все ты знаешь. Федор, спасибо, что ты согласился прийти и поговорить. Может быть, я отрываю тебя от каких-то важных дел, но мы так и не решили вопрос по договору. Ты обещал поговорить с Вадимом. Обещал. Поговорю. У нас кредит. Нам тянуть нельзя. Если нет, скажи сразу. Папа уже давно все подписал, но обстоятельства изменились и... Ты хочешь, чтобы я дал добро? Поступай, как считаешь, нужным. Договор здесь? Да. Дай ручку. Ну, вообще, как у тебя? Ну, я не понимаю, какое это имеет отношение к делу? Если кто-то в будущем будет интересоваться из друзей, знакомых, врагов, кто угодно, ты сразу ссылайся на территорию красоты, давай мой мобильный, ладно? Ты меня слышишь? Алена? Да, да, конечно, я лишь слышу. Ну, все. Пока. Ой, а что у тебя там? Ой, а что это было, детка? Прощальная гастроль? Не дождешься. Ты мне еще кое-что обещал. Да, я помню. Ну, увидимся в космосу, да? Пока-пока. Чао. Я привезу тебе свой новый альбом. О, какие люди. Федор, приветствую. Подписал. Молодец. Юленька, держи. А я не сомневался, знаешь? Я не сомневался. Спасибо тебе. Не переживай, мы все выплатим, все четко. Купишь себе зеленки, бинтов там, спирту. Кстати, это же надо отметить. Это надо отметить. Это уже без меня. Еще раз спасибо за договор. Федя. А? Да не переживай. Ну, хочешь, я ее сейчас верну. Ты их, пап, не разберешь. То сами на шею вешаются, то корчат из себя непонятно что. Давай выпьем. Я же тебе говорил, я не пью. Зачем пришла? Кофе тебе принесла. Спасибо. Ну и потом, мы так редко видимся. Каждый день. Да. Ну, это же по работе. А ты даже перестала спрашивать, как я себя чувствую. Как ты себя чувствуешь? Спасибо, хорошо. Я себя замечательно чувствую. Прекрасно. Пей кофе. Переворотное зелье? Ну, ценистый калий. Очень смешно. Как скажешь. Извини, я думала, ты один. Ты помнишь, что у нас завтра Кристина? Да, помню, в одиннадцать. Ну, что ж, ладно. Не буду вам мешать. Могла бы и через Веру передать. Катя! Что, Катя? Я правду говорю. Кстати, мне Вера сказала, что к тебе Розаева приезжала. Я думала, мы с ней закончили уже. Катя. А мы с тобой говорили про анализ ДНК. в центре матери и ребенка. Ты не сделал? Нет. Нет? А почему? 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 Потому что это вредно для ребенка. Я думала, что ты как медик должен это знать. А может быть, есть какая-нибудь другая причина? Другой причины нет. А может быть, есть другая причина? Нет другой причины. Например, другая причина, что не я, папа. Да. Алло. Игореш? Привет, дружище. Как сам? Ага. Слушай, помнишь, мы с тобой договорились о тесте на ДНК? Не смог тогда человек приехать. Нам срочно нужно, да, да, да. Что? Спасибо, дружище. Конечно. Да, все, давай. Пока. Собирайся. Куда? Едем. Делать анализ ДНК. Прямо сейчас. Пойдем, 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 пойдем. Пойдем, пойдем, пойдем. Ну что, теперь доволен? Нет, конечно. Ну, результаты через два месяца. Где же такси-то? Что такое, что? Ай-яй-яй. Слушай, плохо, да? Давай я за Игорьком сбегаю. Сейчас. Да нет, сейчас я посижу, пройдет. А все, отпустила уже. Спасибо. Ильюш, ты мне не веришь, да? Вот и такси. Пойдем. Пойдем, 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 пойдем. Давай аккуратней. А ты поверь на секундочку, что это твой ребенок. Поверь. Ты его такой опасности подверг. Так мы едем или нет? Едем. Входите. Входите. Что? Смешно, что ли? Да нет, нет, просто как-то непривычно, что такой солидный, серьезный профессор Фокин. Непривычно. Просто не хотел с галстуком. Слишком официально было бы. Зачем? Да и пацана не хочется уж позорить. Это тебе. Спасибо. А это зачем? Привычка. В гости к домам только с цветами. Это, безусловно, рефлекс. Приятно. Слушай, ты знаешь, я на всякий случай с собой прихватил. Что? Если будет слишком громко… А, молодец, хорошо. Ну, что же не сделаешь, да, воспитательных целей. Конечно, слушай, а ты тоже харапсовый. Хорошо. Да, мне нравится. Спасибо. Слушай, а что мы это самое стоим? Надойти? Пора? Надойти. Хорошо, все, давай, пошли. Я думаю, нас лохами они не назовут. Ой, я думаю, они не назвали. Да, я думаю. Ну, вот где можно так задерживаться, а? Ну, я же волнуюсь, а? Кристина, папа же сказал, что он на концерте в клубе приедет. Я не понимаю, все-таки солидный человек и вдруг подался в какой-то ночной клуб. Ну, Юль, ну ты объясни, ну что происходит, да? Кристина, пожалуйста. У меня завтра операция. Очень ответственный день. Мне нужна поддержка, доброе слово. Получается, я никому не нужна в этом доме, вот никому. Мужчины, существа неблагодарные. Ты что, думаешь, я ложусь под нож для себя, что ли? Ты знаешь, что все это для Андрея? Я, наверное, пойду. Нет, я прошу тебя, не бросай меня. Юль, не бросай меня. Ты знаешь, ты видишь, я вся на нервах. Я вся на нервах. Успокойся. Успокойся, пожалуйста, давай, сядь. Сядь, сядь, ты успокоишься, давай. Вот так вот. Все, я тебя сейчас покачаю. Покачай меня. Покачай. Покачай. Угу. Ты что, уходишь? Я остаюсь. Хорошо. Так вот, мужчины существа неблагодарные. Ты уже это говорила. Хорошо. Ты послушай. Мой первый муж интересный был мужчина. Ох. Ха-ха. В ней работал. Младшим научным сотрудником. И когда мы поженились, он носил меня на руках. Ну, а потом, все как у всех. Стал где-то пропадать вечерами. Говорил, что задерживается в библиотеке. Писал диссертацию по скифам. Слушай, ну может ты правда писал диссертацию? Да может и правда писал. Вопрос в другом. Кому нужна была эта диссертация? Золото скифов! Золото скифов! Ах! Боже мой, он не понимал, что настоящим золотом для него была я. Понимаешь? Вот я была. Ну и чем все это закончилось? Ну что, ну, мне все это надоело. Все. Вот его нищета, все эти научные гипотезы, ужас. Боже мой, ужас. Ты его выгнала? Да. Я его больше не видела. Он оказался слабым человеком. А ведь я могла ему помочь. Направить в нужное русло. Понимаешь? Кристина, а как ты думаешь, а я могла бы направить Илью в нужное русло? А что? Илюшка налево ходил? Юлечка, Юленька, девочка моя, послушай и запомни. Кнут и пряник. Кнут и пряник. Поняла? Это самое действенное женское оружие. А что, может быть, что-то посерьезнее, а? Там, сексуальная дисграмония. Ну, а что ты на меня так смотришь? Ну, что? Ты знаешь, я где-то читала, что это одна из самых частых причин размолок в семье. Да. Ну, ты знаешь, у нас с Андреем Андреевичем... Кристина. Что? Спокойной ночи. Юля. Юль. Юля. 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 Что-нибудь еще? Не повторить. А мне молочный. Хорошо, конечно. Молодцы, молодцы. Андрей Андреевич, здрасте. Мам, привет, студентки. Молодец. О, классный прикид у вас. Ну как же, конечно, стараюсь в струю попасть. А, студентов понабирались, да? Так, ладно, как вам? Ну, знаешь, в общем-то, хорошо. Мне очень нравится, да. Главное, что весело и очень громко. Нам муж и заложило. Я ребятам передам, мне очень обратно. Передай, передай, молодцы. Так, ладно, я побежал обратно, вы отрывайтесь. Все, я ушел. Счастливо, увидимся. Мам, отлично, вы придете. Давай, Никит. Спасибо. Ой, извини, у меня немножко не убрано. Посидишь со мной? Можете воды принести? Я понимаю, что ты боишься. Я не боюсь. Ну, раз так произошло, раз уж так случилось, значит, это должно было случиться. Просто примета, как есть. Кать, еще ничего не случилось, еще ничего не произошло. А если мне потребуется помощь психотерапевта, то я знаю, к кому я обращусь. К Ларисе. Хорошо? Ты можешь говорить все, что хочешь. Но я очень-очень рада, что ты сейчас здесь и со мной. Поезд прибыл на конечную станцию. Господа пассажиры. Сессия прибыл. Да, ничего не забывайте, уходите за малафор. Ну что, выдохся. Не, ну что ты, что ты, что ты. Иди сюда. Ну, просто я не понимаю, это странные обычаи. Почему только не я, в смысле? Я приглашаю вас на таню. Женегов нет. С удовольствием. Папа. Папа. Знаешь, мне бы очень хотелось, чтобы мы жили с тобой в папиной квартире. Я села ничего не поймаю. Говори, я на все согласен. Вот. А еще мне бы хотелось, чтобы ты полюбила этот дом. Точно так же, как и я. Да мы все равно держали. Главное, чтобы ты была рядом. Я мечтала в этом моменте все свое сознательную, подсознательную и даже бессознательную жизнь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok